МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ванские кошки, охраняемые исследовательским центром ванских кошек в Ване в Западной Армении, родили последних детенышей 2020 года. Директор Центра исследований Ванки от профессора Абдуллы Кая рассказал, что из-за эпидемии количество детенышей сокращается, они ограничили количество размножений по состоянию здоровья кошек. Были задержки в сезоне размножения ванских кошек, которые в этом году пережили тяжелые времена из-за эпидемии. Последние 25 новорожденных кошек считаются последними в этом году. 8 сентября президент Республики Арцаха Рай Каратюнам посетил город Шуши и принял участие в организованном партии «Свободная Родина» праздничном мероприятии, посвященном Дню провозглашения Республики Арцах. Об этом РМН-пресс сообщили в главном инфорум управления аппарата президента Республики Арцах. Глава государства приветствовал участников, подчеркнув, что ценой большой борьбы удалось обрести свободу и независимость Арцаха. По словам президента Республики, для того, чтобы иметь развитое и конкурентоспособное государство, очень важно иметь научную и трудолюбивую молодежь и ее вовлеченность как в политическую систему страны, так и во все сферы ее жизнедеятельности. Турция единственная страна, которая повсюду открывает фронт войны и угрожает своим соседям, если они захотят воспользоваться своими законными правами. Об этом заявил глава МИД Греции Никас Дендиас. Действия Турции против Греции не направлены только против одного государства, члены ЕС, цитирует Дендиаса, новостной Greek City Times. По его словам, Европе необходимо полностью противостоять действиям Турции, твердо, без клепания, ответить на турецкие вызовы. У Европы есть возможность сделать это достаточно эффективно. Выбор прост, диалог без угроз и шантажа или санкций отметил он. По словам Дендиаса, Греция была всегда готова к переговорам с Турцией, но только в рамках международного права, без шантажа и угроз. Турция единственная страна, которая повсюду открывает фронты войны. Единственная страна, которая угрожает войной своим соседям, если они решат реализовать свои законные права, что грубо нарушает устав ООН, сказал он. Раскопки, которые были остановлены в 2009 году, возобновились в древнем городе Пере-Вадо-Ямане, Западной Армении, одном из пяти крупных городов королевства Камаген. По этому поводу губернатор Чухадар отметил, раскопки, которые перерывались около 11 лет назад, сегодня возобновились. Начались раскопки на двух участках на юго-западе Аренлея. На сегодняшний день проведена уборка многих помещений мавзолеем, видаема и мастерских. Теперь планируется выкопать путь для посетителей в области мозаики. Россия и Сирия обсудили возможности реализации проектов в области экономики. Об этом шла речь на приговорах 7 сентября в Дамаске. Как оценил заместитель премьера министра Сирии Валид Муалем, общение было конструктивным и довольно продуктивным. Будущее наших отношений с Россией многообещающее как в политической, так и в экономической области, подчеркнул Муалем. На совместной пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым и вице-премьером Российской Федерации Юрием Борисовым он заявил, что стороны договорились продолжить реализацию проектов. В сфере экономики обсудили политическую обстановку в Сирии, а в ближнем восточном регионе в целом. Ежегодный международный фестиваль «Ереван Джаз Фест» стартует в Тавушской области. Армянская ассоциация джаза при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. 13 сентября с 15 часов и до поздней ночи в Дендропарке Сураны, городе Берт, подарят настоящий праздник любителям джаза. Перед зрителями выступит Государственный джаз-оркестр Армении, художественный руководитель и дирижер Армен Уснус. Трио Вагана Айрапитяна, MVF Band, The Birds Band, Дарафаэль Петросян, Квинтет, Диалог Мюзик Проджект, Трио Карен Григорян, Personal Opinion Project, Давид Мелкунян и Групп и Самвел Гаспарян, Электрик Трио. Вход на мероприятия свободный. В ходе мероприятия будут соблюдены все установленные противоэпидемические правила. Отметим, что международный фестиваль «Ереван Джаз Фест» проводится уже шестой год, а в рамках фестиваля традиционно проводятся различные концерты, с участием местных и зарубежных артистов и коллективов. Добавим, что не накануне в городе Берт стартовал международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы». Решение об этом было принято с учетом победных июльских боев в Тауши. Сегодня боец Асала, Акоп Даглян, был похоронен в военном пантеоне Яраблур в Ереване. На похоронах присутствовали члены семьи Акопа, его друзья, бывшие бойцы Асала, члены правительства и депутаты Западной Армении. Покойся с миром, солдат Родины. На сегодня на все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ассамбля «Хазарь». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!